Здравствуйте! Меня зовут Фёдор Васильев. Приветствую вас в 92-м уроке видеокурса «Уникальные виджеты Adobe Muse». В этом уроке очередной виджет меню, 3D меню. Смотрите, мы имеем кнопочку. По клику по кнопочке у нас вот так вот отъезжает задний план, выскакивает менюшечки. До 6 можно меню создать, здесь есть ограничения. И здесь можно загрузить свою уникальную иконку напротив каждого меню. Давайте перейдем в Adobe Muse и посмотрим настройки данного виджета. Когда вы виджет установите, раскроете папочку, у вас будет также здесь два элемента. Сначала переносим элемент «Button». Это кнопка. Сначала настроим ее. Это та кнопка, по нажатию по которой у вас будет вот так отодвигаться план и появляться ваши пункты меню. И давайте ее сразу сейчас настроим. Понятно, первое поле «Name» — это текст на кнопке. Напишу по-русски меню. «Паддинг топ» — это внутренний отступ текста самого внутри кнопки. Оставляем как есть. «Паддинг». То есть «Паддинг топ» — это сверху. «Паддинг right» — это справа. «Багграунд колор» — заливка нашей кнопки. Давайте выберем здесь. «Фонт фэмили» — это шрифт для текста на кнопке. «Текст колор» — это цвет текста на кнопке. Выберем свой. «Фонт сайз» — размер шрифта. То есть размер текста на кнопке. Сделаю побольше. Вот эта опция — это у нас межбуквенное расстояние. Можно сделать поменьше. Дальше опция «Текст трансформацион». Здесь можете поиграться, повыбирать. Особо ничего это не дает. «Марджин» — это внешний отступ. И «Бордер радиус» — это скругленные углы кнопки. Так, и идем в «Перспектива». Уберем «Закрепить в браузере». Или можете выбрать какую-то другую точку. Сейчас сама по себе кнопочка, она ничего не будет делать. Чтобы у нас меню работало, нам нужно пойти в библиотеку и вытянуть из этого же виджета второй элемент этого виджета — «Links». Вытаскиваем его сюда. Меню я упорядочить на передний план, потому что у нас вторая часть виджета, вы видите, она у нас по ширине в 100% встает. Если вы хотите на кнопочку ее вот так наложить, чтобы кнопка была кликабельна, да, кнопочку на передний план. И давайте посмотрим настройки. Здесь у нас настраиваются основные пункты меню. У нас здесь максимум можно настроить до 6 пунктов меню. И первая иконка «Ширина», и вторая иконка «Высота». Это у нас размеры иконки, которые мы загрузим вот здесь вот ниже для каждого пункта меню. В принципе, я оставляю такой же размер. «Links Color» — это у нас цвет ссылки, который вы пропишите вот здесь, и название для нее здесь. То есть черный цвет, я не хочу черный цвет, я беру, например, темно-зеленый. И при наведении я беру тот же цвет, только делаю чуть темнее. Смотрите, вот этот весь блок, он относится к одному пункту меню, к настройкам его. То есть первая опция, мы можем «Hide» скрыть первый пункт меню. То есть это нужно для того, чтобы, например, у вас по каким-то причинам меньше 6 пунктов меню. Например, у вас 3, 4, 5, неважно. То нижнее, которое вы не займете, вы у каждого пункта сможете «Hide» скрыть пункт меню сделать. То есть смотрите, давайте я оставлю, например, только 3, а у 6 я поставлю «Hide» и у 5 поставлю «Hide». У 4 тоже «Hide» скрыть. То есть будет показываться только 3 пункта меню. И вот в этом пункте меню, смотрите, вы можете вот тут поставить, кликнуть по корзиночке, удалить иконку, которая там была, и добавить файл, и загрузить иконочку свою. Я подготовил уже свой логотип, и загружаю иконочку. Дальше здесь название пункта меню. Здесь URL. То есть удаляйте все, что здесь есть в этом поле, и вставляйте свой URL. Link 2 у нас включено. Теперь мы загружаем иконочку для второго пункта меню. И так далее. Смотрим в браузере, кликаю на кнопку меню, и у нас, видите, вот выскакивает только 3 пункта меню, потому что другие я отключил, вы это видели. Максимум можно до 6 пунктов меню. Чтобы меню вернуть назад, вот по этому прямоугольнику, который у нас вот так вот анимационно отогнулся, мы по нему кликаем, и возвращается у нас все в исходное положение. И ссылочки у нас работают. Вот такой вот урок, надеюсь, он для вас был понятен. На этом я заканчиваю его, и увидимся с вами в следующем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok